Сегодня в Приднестровье День памяти и скорби. Его еще неофициально называют Днем Победы. 30 лет назад на нашей земле закончилась война. Как отметили День памяти и скорби в Тирасполе, знает Светлана Мартынюк. Площадка у кинотеатра Тирасполь, 7 утра. Люди в форме и в гражданской одежде. В руках цветы, портреты погибших родных и товарищей. С минуты на минуту отсюда стартует бессмертный полк защитников Приднестровья. В центр города пришел Илья со своим дедушкой. В руках портрет Василия Воронкова. В 92-м он вместе с дедом защищал Приднестровье. Сегодня, спустя 30 лет, внук говорит, что он знает о войне 92-го. Рассказывал, как товарищ подорвался на мине, ему оторвало ногу. И они тащили его в менту, можно сказать. Раненый? Да. Дедушка твой герой? Да. Ты гордишься? Да. И вот бессмертный полк идет по главной площади страны. Колонну возглавляют солдаты с фотографиями и фамилиями терраспольчан, погибших в результате военной агрессии Молдовы. 30 лет назад в Приднестровье перестали стрелять. А в 94-м году, 1 августа, официально объявили Днем памяти и скорби. День объявлен Днем памяти и скорби. Но неофициально все защитники нашего Приднестровья считают, что это наш Приднестровский день победы. Почему? Потому что в этот день прекратилась война, прекратилось все. Националисты Молдовы не добились своих целей. Мы удержали республику. Что это есть? Это и есть наша победа. Мемориал славы. Здесь руководство республики и города, общественники, защитники и их семьи. Погибших почтили минутой молчания. В войне 92-го погибли 804 приднестровца. Из них почти 300 были мирными жителями. Еще порядка полутора тысяч человек получили ранения. До сих пор десятки людей числятся пропавшими без вести. Это та цена, которую приднестровцам пришлось заплатить за свою свободу и независимость. Мы должны держаться в своей независимости. Мы должны подтверждать каждым днем свое стремление к обретению международного признания. И мы должны сохранять мир. Кто бы как ни пытался, кто бы как ни провоцировал. Мы защитим Приднестровье и сохраним мир на нашей земле. Каждый год на этом святом месте мы говорим о том великом подвиге, который совершили тогда советские люди, защищая самое элементарное, что дал Бог всем безразличие национальности и языка, право жить на этой земле. Говорит на своем языке. Можно только поклониться тем, кто ушел от нас в раньше времени. На мемориале славы – могилы первых защитников республики. На плитах фамилии всех павших, среди которых и более стати распольчан. Мой муж погиб на плотине 20 мая 92-го года. И 22 мая ему бы исполнилось 23 года. Это мой муж, бойцов Юрий. Это его уже друг Юрий Каташинский. Ребят нет уже 30 лет. Дети выросли, уже внуки есть. Так что внук бойцовый идет в первый класс. Все, жизнь продолжается. Сегодня цветы возложили и на столичном кладбище, к памятнику павшим в 92-м и к могилам на Аллее Славы. Светлана Мартынюк, Дмитрий Рядькович, ТСВ.